Мы созданы, устроены и желание получать, это материя, противоположная Творцу, создана светом, как слепок со света, копия. И все, что есть в свете, как наслаждение, как хорошие свойства и качества, в желании получать отпечатано в нем в обратном виде, так же, как отпечаток от печати, в печати все положительно, так как природа его добрая и творящая добро. Это природа света. И желание получать обратно этому, в недостатке света, в желании ощутить его, и в этом вся его природа. Поэтому продолжить, притянуть свойства кухма мы должны, если мы из материала желание получать, пока мы учили, что кроме света и желания к нему нет больше ничего в действительности. Все, что мы изучаем, что находится в высших мирах, и в нашем мире все состоит из этих двух, света и килим, то, что называется. И если так, то, конечно, нет у меня желания у кли, у творения, больше, чем притянуть свет кухма. Это называется свет наслаждения. С другой стороны, мы изучаем, что в ту секунду, когда творение притягивает свет наслаждения, он начинает ощущать, что есть некто дающий свет. То есть наслаждение не находится просто в природе, как маленькие дети думают, что все так есть, поэтому они могут брать все, что хотят. Это просто есть. Но в тот момент, когда мы начинаем получать это наслаждение, то начинаем ощущать, что есть дающий. И дающий, он проявляется при получении наслаждения, и от этого мы начинаем приобретать некое отношение к нему, считаться с ним настолько, что рождается в нас желание уподобиться ему быть, как и он, дающими. Он излучает нам желание быть подобно ему, как дающий. Быть также в природе отдачи. И желание, это оно противоположно нашему естественному желанию, нашему первичному желанию получать наслаждение. Но мы чувствуем в желании получать наслаждение, что больше наслаждения от того, что отдаем. Это более совершенного. Это без недостатка, ощущения недостатка, а наоборот, получение наслаждения от отдачи. И наше желание получать то самое, желает этого. И также, потому как дающий выше получающего, более совершенный, это называется более выше. Поэтому мы находимся в таком положении, в положении Творца. И наслаждение, которое ощущаем от отдачи, оно называется не хухма, а хасадим. И уподобится Творцу, это называется хасадим, наслаждение хасадим, действие отдачи, и все это основывается на желании получать. И мы видим здесь, что проявление Творца перед творением приводит Творца к противоположному, чем он был. Прежде он находился в своей природе, насладиться желал. И если получал, то получал наслаждение, которое называлось прямым наслаждением, как маленький ребенок, который хватает то, что кажется ему хорошим. И это наслаждение называется свет хухма в клик хухма, в клик получения. И проявление Творца творением, ощущение Творца творениями приводит Творение к противоположному природе, что он желает быть дающим, и наслаждение его, чтобы было, от отдачи. И разница между тем, в какой природе я буду, либо в первой природе, либо во второй, исправленной, зависит только от проявления Творца мне. Если он проявляется, я меняю свою природу, если нет, то я стою в своей природе, как ребенок, откуда я узнаю, что я вообще должен измениться. Поэтому, для того, чтобы дать Творению возможность измениться, Творец пробуждает в Творении очень маленькое зерное желание устремиться к Нему. Это называется точка в сердце. Если Творение реализует это желание, то оно постепенно, все больше и больше, раскрывает Творца, и в соответствии с тем, как оно раскрывает Творца, меняется, пока не достигает подобия свойств.